Ошибки съема жилья Друзья, как же не попасть на какие-то уловки, мошенничество или просто на элементарные ошибки, связанные с отсутствием опыта? Если бы в свое время я знала про эти 8 главных моментов, я бы не совершила свои ошибки Первый из 8 пунктов Обязательно предварительно посмотреть жилье Напроситься на посмотреть, чтобы агент или хозяин, лендлорд, провел вам тур И показал все имеющиеся комнаты, если это дом, то подвалы, чердаки В зависимости от того, какую конкретную территорию вы будете снимать Второй пункт Лендлорд должен четко и ясно вам объяснять, какие фи оплата Мы разобрались в прошлом видео с терминологией Вы должны будете заплатить Не должно быть никаких не спрятанных, не обманутых фи То есть, когда вы подходите ко времени подписывать контракт Не должны всплывать никакие дополнительные фи, о которых вы не знали Информация, которую дает лендлорд Ваш агент, который ищет для вас жилье Или менеджмент, то есть офис, который работает на лендлорда Информация должна подаваться всегда открыто, четко, прозрачно и понятно Если есть хоть малейшие какие-то сомнения Или просто нет опыта съема жилья И ты никогда не встречался с перечнем документов, которые ты должен оформить вместе с лендлордом И какие документы подписать Возьми консультацию у real estate агента Или зайди просто в любую адвокатскую контору И спроси, кто бы мог тебе предоставить консультацию по конкретному вопросу Лендлорд не может придумывать какие-то дополнительные фи, кроме тех, которые легальные Есть определенный список Обычно это только два фи За криминальный бэкграунд и за обработку документов Твоя прямая обязанность узнать Какие фи refundable То есть возможность их вернуть обратно И какие нет Очень важно, помимо стоимости квартиры за месяц Последнего месяца и security deposit Понимать, сколько тебе в общем обойдется въезд в апартаменты Стоимость услуг брокера оплачивает или клиент, который ищет апартаменты Или лендлорд, который ищет тенанта Оплата может быть стопроцентно тобой Или стопроцентно лендлорду Также есть третий вариант Когда один ищет тенанта Второй ищет апартаменты И платит они 50 на 50 Пятый пункт Это getting blamed for damages Перед тем, как ты заезжаешь и в тот момент, когда тебе проводят рум-тур Пожалуйста, выражись камерой или телефоном, на который ты можешь снимать Если ты увидишь любые какие-то неурядицы, которые будут явно бросаться в глаза Обязательно это фиксируй и обговаривай с человеком, который рядом с тобой стоит Лендлордом или агентом заранее Это в твоих интересах для того, чтобы с тебя не сняли за починку в будущем Не сняли за починку этой детали Когда я въезжала в свои апартаменты Я не придала значению тому, что в ванной у меня была немного выдрата нижняя часть розетки И на кухне была порезанная столешница То есть для меня это было, ну как бы, намного меньше процент чего-то негативного По сравнению с тем, что я въезжаю в свои апартаменты Но я теперь прекрасно понимаю, что если за розетку не возьмут ничего Потому что розетка в рабочем состоянии, как была, так и есть Я, между прочим, ею особо и не пользуюсь Потому что она мне не внушает доверия Хотя никаких оголенных проводов оттуда не торчит Но мне как бы не очень приятно это Но другое дело, конечно, со столешницей на кухне Те, кто видел мои кулинарные видео, могли заметить эту неприятную желтизну столешницы Это оригинальная столешница, которая была, когда я сюда въехала И, если честно, неприятный, неаппетитный цвет Соглашусь Но больше всего меня всегда удивляло, почему нельзя протянуть руку 20 сантиметров Взять досточку и резать на досточке Ну как так? Как? Любой момент плохо работает замок Где-то не включается свет Зашарпанная стена Пятно на ковре Или что-то проблема с окном Оно плохо открывается или закрывается Вы тут же должны об этом заявить И чем раньше вы это сделаете, тем лучше У них, у лендлорда и офиса будет больше стимула исправить это в первый же день до того, как вы заехали В их интересах сделать так, чтобы тенант оплачивал с первого дня Вместо того, как вышло у меня Я еще 15 дней ждала до середины мая, чтобы заехать Потому что была некоторая проблема с документами Они напутали и переделывали документы И доделывали, собственно, апартаменты Поэтому я заплатила Мне сделали перерасчет И я заплатила всего за полмесяца Шестой пункт Если в апартаментах после вашего выезда В день вашего выезда Не находится никакой очевидной Прям явной, как будто бы кострище Жгли прямо посреди комнаты Проблемы То лендлорд должен в течение двух недель Выслать вам обратно ваш security deposit Про конкретные моменты, когда же деньги security deposit Определенная сумма берется на исправление проблем после вас Мы поговорим обязательно в следующем видео Эта тема тоже очень интересная Что является нормальной темой Как, естественно, ты не можешь жить и не ходить по ковру То есть за ковер многие лендлорды не берут денег за смену ковра Про моменты, когда security deposit берут деньги на восстановление апартаментов после вас И те моменты, которые не берут ни при каких условиях Мы обязательно поговорим в следующем видео Проще говоря, лендлорд обязан предоставить тебе комфортные условия проживания Крепкие стены и плотную крышу, чтобы в суп тебе не капал дождь Если есть какие-то несовпадения Допустим, в контракте прописано, что на оконах стоят решения Решетки для сохранности ваших детей А решеток нет Вы должны тут же приостановить любые подписания контракта или других документов Пока они не исправят эту проблему Вы должны это тут же обговорить с агентом, брокером Который вас привел посмотреть квартиру или дом Или с самим лендлордом В твоих интересах доказать нарушение Конечно, тебе никто не будет выламывать руки и бить лицо Но бывают такие моменты, когда люди хотят обмануть людей И это не так уж редко Если в больших комплексах этого практически нет То в небольших апартаментах, в небольших домах, которые люди сами сдают Очень часто бывают маленькие мошенничества Чтобы сэкономить на электричестве, на воде или любых других расходах Такой способ, конечно же, нелегальный И его нужно пресекать И последний, восьмой пункт Having shady roommates Если ты въезжаешь в апартаменты или в комнату или в дом с румейтом То есть с человеком, который будет разделять с тобой это жилье Тем более, если ты этого человека не знаешь Но ты согласился на такой подход к ситуации Убедись, что твое имя, фамилия, твоя контактная информация Обязательно будет прописана в контракт Если тебя по какой-то причине не вписали в список тенантов Всегда есть вероятность, что тебя выпрут на улицу в любой момент По факту, ты не имеешь никаких прав Более того, если даже ты сознательный человек И ты там живешь непрописанным официально Но с согласия с Леонорда Я уже сказала, что бывают и такие моменты Люди, сдавая свои апартаменты или дом или комнату Пытаются сэкономить на чем-то, на ком-то Для того, чтобы, допустим, не платить какой-то дополнительный налог государству В ситуации, когда ты вписан, а румейт не вписан И получается, что даже если ты сознательный, добрый, положительный человек Не выпрежешь на улицу Ваша обязанность и ответственность не делятся пополам Человек будет небрежно относиться всему, что находится в апартаментах А по выезду будешь платить ты на свой security deposit Поэтому убедись, что все, кто там будет жить Обязательно прописаны в контракте И никогда ни за что не ведись на добрые уловки, разговоры Ну мы же братья, мы же знакомые, мы же соседи Мы жили на вытянутую руку друг от друга Наши дедушки или бабушки дружили Камон, не будь наивна Всегда прописывай через контракт Какая бы замечательная дружба ни была, но это обезопасит и лендлорда То есть человека, который сдает тебе жилье И тебя Обязательно читай внимательно все документы Перед тем, как ты подписываешь Если ты не понимаешь, что там написано Ты имеешь полное право сказать Я возьму документы Мне нужно пройти консультацию у профессионала То есть агента, real estate или у адвоката Они не имеют права тебе отказать Единственное, что оригинал контракта Они могут взять и сделать тебе копию С которой ты уже пойдешь к адвокату для ознакомления В самой замечательной ситуации, когда ты попал на очень хорошего лендлорда И замечательного руммейта Всегда может возникнуть такая ситуация Что из-за своей невнимательности в документах Или при въезде в апартаменты, в которых уже были неполадки Ты можешь испортить себе и настроение, и отношения, и саму ситуацию И даже в некоторых случаях довести до small court records То есть поговорим об этом в следующем видео Благодарю всех, кто пришел на мой канал Что послушали информацию, поделились ею Написали комментарии, которые я всегда обязательно в любом случае читаю и отвечаю Мне очень интересны ваши истории Потому что сколько людей приезжает У всех всегда все по-разному Практически не бывает исключительно идеально одной и той же схемы Или одной и той же истории Более того, восприятие людей очень разное И одну и ту же ситуацию люди видят по-разному И воспринимают по-разному Кому-то мед вся жизнь А кому-то, как говорится, и в прекрасных березках на краках А кто подписался, то счастливым остался Целую и до следующего раза Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok